Слушайте, наше государство как ссанный наркоман. Все вынес из дома, а теперь начал отбирать пенсию у бабки, у которой квартирует. Новые меры поддержки населения в борьбе с коронавирусом. Власти ввели дополнительные штрафы за появление людей на улице. Теперь не только в Москве, но и в регионах, где по-скорому законодательно все это дело оформили. И вот с сегодняшнего дня штрафовать будут по-взрослому. Неважно, растет в вашем городе-регионе число заболевших, а может их вообще нет, вышел из своей клетки, плати. Уже в субботу, 11 апреля, жители Свердловской области начнут штрафовать за прогулки на улице. Депутаты законодательного собрания региона внесли изменения в закон, предусматривающий ответственность за нарушение особого режима по COVID-19. Причем обратите внимание, как и вовремя. Практически по всей стране установилась теплая весенняя погода. Конечно, людям захочется выйти подышать свежим воздухом, особенно с жителем городов. Второй момент, вот недаром, там выше именно о пенсионерах вспомнил. Что-то мне подсказывает, что карательные меры будут направлены главным образом против этих людей. Могу даже забиться и сразу объясню, почему я так считаю. Ну а кого полиционерам отлавливать? То пьянь, что пачками шатаются по улицам. Да на кой они нужны? С пьяными мороки полно, да и че с них взять, даже по суду задолбаешься. Пенсионеры другое дело. Этим деньги регулярно перечисляют даже в кризис. И удержать спенса проще простого. Просто человеку недоначислят сумму, на которую наказали. Гениально. Недаром Потапенко в свое время говорил, что однажды мы для наших чинушь станем новой нефтью. Прям мессинг. Вот оно пришло то время, когда нефть не стоит ничего. А аппетиты бездельников остаются прежними. Где взять бабла? Да вон биомассы немерено. Путин как раз в среду совещание с губернаторами проводил. После которого началось. О чем они там говорили? Нам ведь не все показывали. Но подозреваю, дал команду доить. Реальные антикризисные меры. В бюджете дыра латать станут, грабя тебя. Это Кремлевская обсерватория. Здесь мы обсуждаем самые абсурдные новости, попадающие в ленту. Поехали. При этом рейтинг доверия к главарю растет. Увеличивается число граждан, одобряющих его действия. На минувшей неделе уже рассказывал. Вот такие действия вы одобряете, да? Хорошо, сегодня при помощи простой арифметики попытаюсь обосновать, что вам тупо врут. Заблуждение номер один. Погнали! Итак, заблуждение первое. Рейтинг главаря 60-70-80%. Обратите внимание, все его 20 лет именно эти цифры вам вбиваются в головы. Они никогда не снижаются. И многие даже уже не пытаются онова оспаривать. И я попробую. Допустим. Допустим, деду действительно доверяют 70%. Россиян даже 60%. Стоп! Но это же сумасшедший процент. При таких показателях человек безусловный лидер. А вот теперь давайте вспомним любые президентские выборы, хоть 2012-го, хоть 2018-го годов. А почему на тех выборах против Путина не выставлялись хоть сколько-нибудь достойные кандидаты? Их просто не пускали. Напомню, ну Рейтинг-то у человека сумасшедший. Как будто бы 70%, да? Чего тогда не сделать красиво? Выпустили бы супер бойца, которого царь разорвал просто в честнейшей борьбе всем на потеху. Либералов бы умыли. Нет. Они этого не сделали напротив. Каких-то фриков выставили в качестве оппонентов. В 2018-м-то вообще караул был. Даже порномодель Беркова конкуренцию дедушке составить планировала. Сторонника в Грудинина спешу обломать. Его в тот момент тупо никто не знал толком. Ну так вот. Зачем это Шапито устраивать, например? Скажем, Валуев. Заслуженный чемпион отстраивает свой титул. Стала бы его победа убедительной, если б в титульном бою он дрался со щуплым малолетним подростком. Это что, бой равных? Но в случае с ВВП они проводили именно такие бои, Валуев подросток. Может потому что нет у них этих 60-70%? Другого объяснения я не нахожу. Ну и раз об арифметике выше заговорили, итоги выбора в 2018 цифрах. За Головнюка тогда проголосовали 52, по-моему, миллиона человек. Это уже со всеми накрутками, вбросами и бла-бла-бла. Но даже при таком раскладе 60-70% не получается. 109 миллионов избирателей, 52 за Путина. Составляйте пропорцию, там даже половины не будет. О чем мы? Заблуждение номер два. Пенсионеры за Владимира Владимировича голосуют. Серьезно, кто сказал? 10 лет назад, может так оно и было, вот только годы идут. И сегодня на орбиту пенсионного и предпенсионного возраста выходят другие люди. Это люди, которые в свое время в полной мере ощутили, что такое тучные годы. Был у нас такой период с 2003 по 2008, когда мы перестали наконец жить от зарплаты до зарплаты. Когда у людей появилась возможность покупки машины и даже квартиры без чудовищной кредитной кабалы, когда можно было запросто слетать на море в выходные. Так вот, сегодняшние предпенсионеры с пенсионерами как раз жили тогда. И весь этот кайф испытали на себе, причем пребывали в самом роскошном возрасте. 35-40-45 лет. Для понимания, сейчас это Потапенко, которому нынче 50. Это Юра Гемельфарб, которому сегодня под 60. Это Рашкин, которому в этом году исполнилось 65. Они тогда вдохнули воздуха свободы, а сегодня перед этими людьми маячит лишь одна перспектива нищенской путинской пенсии в 350. Вы правда думаете, что ребята ломанутся поддерживать великого кормчего за будущее на помойке для себя? Повторюсь, они вдохнули аромата нормальной жизни. И ни за какие коврижки не захотят состариться в нищете, так что нету главного никакого электората из пенсионеров. Плюньте в лицо тому, кто вам об этом будет врать. Вот растная категория 25-34. Эти на самом деле еще недавно могли голосовать за Владимира Владимировича. Но не потому, что шибко его любили, просто это вчерашняя молодежь. Которая действительно выросла при Путине и другого президента. Она не помнит, да и аполитичной была наша молодежь. До недавнего времени их не интересовало. Вот это все. Им было интереснее потусить, Машу по попе погладить и так далее. Если и ходили на выборы, да ни других фамилий не знали. Проблема в том, что ребята тоже повзрослели. Детство в жопе больше не играет. И начали задаваться вопросами, а что дальше? Простой пример. Сейчас вы увидите фрагменты видеообращения к своим зрителям. Блогера-миллионника. Еще недавно человек снимал какую-то фигню. Хейтил таких же, как он, ютубер-сдолбаев. На чем, собственно, и поднялся. Сегодня, повторюсь, мальчик стал взрослым. Дмитрий Ларин, послушайте. Я долгое время был аполитичным, но сейчас я должен высказаться, потому что уже вот так вот, когда эта власть текущая пришла к нам, мне было 13 лет в 2000-м. Наверное, как и тебе. Но многие из вас другой власти-то и не видали. А я застал еще Ельцина. И вот к чему мы пришли. Пришли к царизму, я считаю, потому что, ну, все очень плохо. Теперь у нас обнуляются сроки президентства. И он такой не один, что, опять же, работает не в пользу режима, кстати, вместе с Ларином. Взрослеет и его аудитория. Про категорию 35-44 даже говорить нет смысла. Это те, кто в 2011-12 выходили на Болотную. Мировоззрение этих людей вряд ли поменялось. А тупили они тоже вряд ли. То есть, это точно не электорат Владимира Путина. Но остается ведь еще категория совсем молодых ребят до 25. Тю, и тут мимо. Этих уже Навальный успел обработать, пока режим вкладывался в Киселева и Скобеева. Хотя нет, режим их тоже обработал при помощи дубинок росгвардейцев. Не уверен, что молодые побегут вот за это голосовать. Подведем итоги. Что имеем в сухом остатке? А получается, господа, что избирателей-то у великого кормчего не осталось. За исключением госслужащих. Вот этих вот Держимор с дубьем и стариков за 70, которые, впрочем, уже еле ходят и которых немного на самом деле. Тогда о каких 70% нам чешут? О каком безоговорочном лидерстве главного? Вот я вам в течение 10 минут накидал простой топорной аналитики. Дальше сами думайте. Это была Кремлевская обсерватория. Не болейте. А завтра на стриме Михаил Делягин об экономике будем говорить. Все, пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»